Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс. В студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. Подведены итоги девятилетней работы по восстановлению Свиярска и Болгара. Интерактивная программа для детей «Великие научные открытия» в рамках проекта «Умная Казань». В Казани прошла коллегия по итогам года Министерства культуры Республики Татарстан за 2018 год и по задачам на 2019 год. Важным гостем стал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Обо всех подробностях вы узнаете в нашем сюжете. В театре Галиаскара Камала состоялась коллегия по итогам года Министерства культуры Республики Татарстан за 2018 год и по задачам на 2019 год. В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Мероприятие посетили и представители Казанского федерального университета. Коллегия стартовала с доклада министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюбовой. Она рассказала о проектах в сфере культуры, в том числе и о планах на 2019 год. После этого выступил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Я, конечно, не могу не отметить включение памятников Татарстана в список ЮНЕСКО, потому что попасть в него не только очень престижно с культурной точки зрения, но и просто выгодно экономически. Это яркий пример того, как правильно надо инвестировать свое время и силы в развитие и возрождение культуры. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов высказался о целях проводимых проектов в области культуры. Нам важно посредством культуры и искусства сформировать у зрителей, слушателей всего мира целостную систему ценностей и представлений о России как в историческом единстве различных национальностей, народностей и этнических групп. Артем Дупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. После заседания коллегии президент Татарстана и министр культуры России наградили участников проекта по воссозданию Болгара и Свияжска. Подробности вам расскажет Артем Дупичкин. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном результатам реализации комплексного проекта «Культурное наследие» – остров Град-Свияжск и древний Болгар. В 20-25 раз за эти годы выросло количество туристов, которые приезжают в Болгар и Свияжск. В прошлом году их было уже больше миллиона. Я уверен, что это цифры стартовые, потому что многие мои знакомые, которых я спрашиваю в Москве, куда бы вы хотели съездить на праздники, в отпуск, на Новый год, они говорят, мы хотим не просто поехать в Казань, мы хотим поехать в Казань, посмотреть Свияжск. В мероприятии принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. На торжестве, медалями и благодарственными письмами были награждены руководители предприятий, внесших вклад в развитие проекта. Работу проводил Фонд Возрождения, во главе которого государственный советник, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Ментимер Шаймиев. Напомним, что свой вклад в проект внес и Казанский федеральный университет. Институтом международных отношений КФУ был реализован проект по созданию Свияжский музей археологии дерева. В музее представлена экспозиция, посвященная быту городского населения Средневековья. Артем Дупичкин, Валерия Муратова, Ленар Довлетяров, Универньюз. Тем временем в Казанском федеральном университете проходят заключительные этапы предметных олимпиад КФУ. Почему стоит принять в них участие и как это поможет при поступлении в Казанский университет, мы расскажем в нашем следующем сюжете. 4 февраля во втором учебном корпусе Казанского федерального университета прошел заключительный этап межрегиональных предметных олимпиад по физике и химии в 2018-2019 учебном году. В аудиториях для решения сложных задач собрались только самые достойные школьники, отобранные в ноябре-декабре прошлого года в отборочных интернет-турах. К участию в очных турах олимпиад было допущено около 45% от общего числа участников по каждому предмету. Школьники, поучаствовавшие в олимпиаде, высоко оценивают ее значение для своего будущего. Во-первых, это расширяет кругозор, как мне кажется. Во-вторых, есть шанс сильным ученикам, больше шансов на поступление в этот вуз. Олимпиады Казанского федерального университета по 23 предметам проводятся на добровольной основе среди обучающихся 9-10-11 классов. Кроме того, для участия в олимпиаде не всегда обязательно ехать в Казань. Например, заключительный этап олимпиад по физике и химии прошел также в Набережных Челнах, Красноярске, Ульяновске, Самаре и еще ряде российских городов, а также в Казахстанском Уральске и Узбекистанском Ташкенте. Некоторые школьники участвуют в олимпиаде Казанского университета уже не в первый раз. Я уже участвовал в Всероссийской олимпиаде школьников и в Олимпиаде КФУ второй раз. Такие олимпиады дают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Действительно, на основании решения приемной комиссии Казанского федерального университета победители заключительного этапа межрегиональных предметов Олимпиад КФУ получают дополнительно 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Казанский федеральный университет. Призеры, занявшие второе и третье места, дополнительно 3 балла к ЕГЭ, независимо от предмета Олимпиады и института. Победители и призеры этого года будут известны уже совсем скоро. Ну а получить всю подробную информацию об Олимпиадах Казанского федерального университета, а также просмотреть олимпиадные задания и решения прошлых лет можно на сайте admissions.kpfu.ru. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, УниверНьюз. Не секрет, что наука способствует изменению нашей жизни и вносит в нее самые разные совершенствования и дополнения. А знали ли вы, что ее освоение может проходить в весьма увлекательной форме даже для детей раннего возраста? О том, как в Казани знакомят школьников с научными открытиями, наш следующий сюжет. 2 и 3 февраля в рамках проекта «Умная Казань для детей города» была проведена двухчасовая интерактивная программа «Великие научные открытия». Наш проект – это интерактивное научное занятие для детей от 7 до 14 лет. Раз в месяц у нас проходит занятие двухчасовое, где дети посещают четыре разные лаборатории, в каждой из которых делают эксперименты своими руками. И на практике изучают законы естественных наук, то, как устроена наша Вселенная. С детьми работают выпускники, аспиранты и магистранты Казанского федерального университета. Все они имеют глубокую научную базу. Занимаюсь уже на протяжении шести лет в университете наук, совершенно в разных областях естественных наук. Я с удовольствием делюсь своим опытом и знаниями с детьми. То есть это не просто вычеты где-то строчкой из Википедии. То есть это мой реальный опыт, который я объясняю детям и уже могу дать какие-то даже открытые секреты, которые они могут сами применять дома даже при исследовании своих. Программа посвящена не только революционным открытиям в области химии, физики и биологии, но и в целом научному методу познания. Ребята проходят путь от первоначальной гипотезы до экспериментов и анализа их результатов. За два часа дети познакомились с основами термодинамики и создали цилиндр двигателя внутреннего сгорания, проверили действия антибиотиков на подопытной культуре бактерий, собрали микроскоп Левенгук и даже провели реакцию полимеризации, а получившиеся изделия забрали домой. Я сегодня сделала рыбку из полимера, еще мы проверяли сегодня бактерии и делали двигатели. Пока дети ходят по лабораториям, для родителей проводится отдельная программа лекций с викторинами. Я как студент медик КФУ, химии обучался на химфаке, физике на физфаке, а биологии на биофаке. И вот в целом неплохо разбирать во всем цикле естественных наук. Это мне здесь очень сильно помогло. В умной казани я провожу программы для родителей и для взрослых. В программе участвуют 60 детей, которые разделяются на 4 команды по 15 участников, а направляют и обучают их специалисты разных областей. Мне очень повезло с образованием, потому что все, что я изучала в университете, мне пригождается в моей работе. Я училась на эконом-факе, на отделении государственного муниципального управления. У нас было очень много предметов, связанных непосредственно с менеджментом, с пиаром, с социологией. Все это я сейчас применяю в своей карьере и в том числе в проекте «Умная казань». А знание английского языка получено на втором высшем образовании, помогает мне коммуницировать с кем угодно, в том числе, например, с представителями различных стран. Например, сейчас у нашего проекта, наш проект «Федеральный «Умные города», сейчас открылось первое представительство в Европе, проект «Умная Барселона», которому я тоже немного помогала. Основная цель мероприятия – привлечь в науку детей в возрасте от 7 до 15 лет. Мне доступно и интересно объяснить им, что такое исследование и почему важно и нужно заниматься наукой. Проект «Умная казань» – тот проект, которому я очень благодарен, потому что я считаю, что в наше время популяризовать науку – это крайне важно. Ведь на самом деле научный прогресс, он очень быстро идет вперед, а вот люди не всегда успевают осознавать то, что произошло в мире. И делиться новейшими, так скажем, веяниями в науке очень важно. То есть распространять эти знания в население, чтобы они понимали, к чему все, собственно, идет. Валерия Муратова, Ленарда Влесьяров, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе свежих новостей. До встречи!